МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас витая служба информации телерадио компании Гомель, у студии працуя Наталья Игнатенко. Глядите ухэтым выпуском. Уборочная кампания пересягнула экватор. У регионе убрана больше, как 56% площадь сборжевых. Молодежный жильевый комплекс «Сонечная» цветковал юбилей. А микрорайону – 30 годов. Лето с корыстью. У регионе открыто свыше 200 лагеров, працы и отпочинку. А зараз об этом меньшим больше подробязна. Уборочная кампания у регионе пересягнула экватор. Убрана больше, как 56% площадь сборжевых. Подаденных на ранницу в области намолочено больше, как 366 тысяч тонн. По темпах работ лидирует Хойницкий район. Тут пройшли уже омаль 90% площадь. А по намолоте – Речицкий с покажчиком 47,5 тысяч тонн хлеба. Другий родок займает Добружский район – 36,5 тысяч тонн. Третий – Будокашалевский. Тут собрали 35,5 тысяч тонн сборжевого уроджаю. Подтримливать высокие темпы жнивада помогает на дворье. Жнивень протягнет радовать солнцем и теплом. Тыдень будет по-соправдному летним. Деная температура поветра протримается у межах плюс 26-28. Начная от 13 до 16. А падков не чекается. По передних прогнозах наступные выходные будут спякотными. Слупок термометра падымится до плюс 30 градусов. Первый на Гомельщине молодежный жилевый комплекс «Сонечный» отзначил 30-ти годзе. До юбилея промерковали международную конференцию и шерах забавляльных мероприемствов. На святе побывал Олег Синцерову. Пашпорты у деньнику международной конференции «МЖК Наша Малая Радима» и посвящение до юбилейного знака за особистый уклад по развитию молодежного жилого комплекса. 30-й юбилей для истории «Сонечного» – знаковая падея. Сегодня по азначности МЖК часто поравновывается с такими проектами, як освоение целины и будовництво БАМа. По осудностях, это был масштабный эксперимент. Головное мэта якуга – створение жилёвых и социальных умов для молодых семью. Бойцы комсомольско-молодежных будовництых отрадов МЖК на пыльный час позволялись от основной работы и разум с профессионалами узводили жилё, якое потом сами ши отрымливали. Коли по азвычайной часе акватеру приходилось очагать 10 годзями, то в этом выпадку новоселье справляли просто 2 годы. Инженер был настоящим каменщиком, настоящим стропольщиком. То есть они действительно выполняли работу строителей. Это их, конечно же, обогатило. И когда ты строишь свой дом сам, своими руками, ты по-другому к этому относишься. У состава отрадов отбирали самых лепших. Каб вытромать конкурс, необходно было зарекомендовать себе упрацованные громадские деятельности. По осудности, стать переможцем социалистичных споборниц, которые проводились на предприятиях, сегодня первые жахари МЖК кажут, что они на практике реализовали идею построения города Мары. Первый дом в молодёжном жилом комплексе «Сонечный» сдали эксплуатацию в 1989-м, а после в 2005-м сегодня «Сонечный» — это 641 квадрата. И таки факт. До бытовницкого комплекса имкнулись подоходить по господарску и максимально заховать лесный массив, который находился тут ранее. Сирот сучасных жахаров молодёжного жилого комплекса «Дети и внуки» — это комфортное место для життя с усёй необхідной инфраструктурой, школой, детячим садом, магазинами и навыд подземной автостоянкой. Очень комфортно. Всё под рукой. Магазины, остановка, школа, садик. То есть, ну, всё удобно очень. Транспорт тоже весь любой, всё под рукой. Поликлиника. Ну, то есть, как бы, наш микрорайон очень. МЖК — супер. Конкурсы малюнков на асфальте, хатной выпечки и мастерской творчести, гунявые зоны и забавляльные программы, организаторы святые, мкнулись и сносить текавые занятки для всех жахаров МЖК. Хоть только юбилейными урочистствами планы кераминства солнечных они обмежовываются, на приконце минулого года комплекс стал членом Республиканской ассоциации «Одновляльная энергетика». Теперь за ей допомогой МЖК планует реализовать планы по реконструкции первого корпуса с выкористанием сучасных энергосберегающих технологий. Будут установлены солнечные панели или солнечная электростанция, скорее всего, на окровле над той мансардой, которая планируется достроить одиннадцатый этаж. Солнечный коллектор для нагрева воды. Мы рассуждаем сейчас вместе, ищем варианты, исследуем вместе с Академией наук, как под стадион положить тепловой насос, который бы тепло земли ниже замерзающего слоя принимал и обращал его в тепло круглогодичное, чтобы поле было подогрето постоянно. Олег Синтеров, Игорь Марищенко, телерадокомпания «Гомель». Высшейшие научные установы Беларуси сегодня офицейно завершили уступную кампанию. В НУ проводят открытые посаджения приемных комиссий по залечению надзённой и заводченной отделений студентов-платников. На сайтах установ можно будет знать полные списы першокурсников. Прием документов на платную форму навучания в установах Высшей Адукации завершился четвертого жнивня. На бюджетное место за лечение скончилось 28 липеня. По его выниках означался рост конкурсов и проходных баллов на многие специальности. Провести каникулы с корыстью и отримать першы заробок. Такую махчимость гэтым летом пропоновали школьникам в области больше, как 200 лагеров працы и отпочинку. Як проводить час их удельники, доведалась Ганна Каральчук. 35 тысяч детей гэтым летом стали удельниками пришкольных дитячих лагеров. При гэтым 3000 присвятили вольный час працованной занятости. Так, в учни 52-й школы Гомеля вырабляют скрыни для заховывания сотовых телефонов. У столярных майстернях працуют 20 судельника у лагера працы и отпочинку рытым. У каждого уже есть працовная книжка и ганаровый статус, столяр другого разраду. Вырабы, над якими працуют подлетки, соправдное ноу-хау. Такого у школьных лагерах Гомеля ясше не майстровали. Известная проблема в школах это сотовые телефоны и их использование на уроки не для цели. Телефон это средство голосовой связи, а не медиаразвлечения и помеха для учебного процесса в школе. Поэтому администрации школы номер 52 был разработан проект по изготовлению ящиков для мобильных устройств. У нас в этом году будет 31 класс комплект. У день по нормативах хлопчики могут працавать 2 годины 15 хвилин. А у конца лагерной змены яны за свою працу отримливают гроши. Суммы залежат от выпрацовки. Для многих это серьезная мотивация. Кто решил, что пойду в школьный лагерь? Родители или сам папа? Сам решил. Сам папа? Ну я решил подзаработать денег, дабы не просить денег у мамы на лишние расходы. На лишние расходы и в принципе всегда пойдет на пользу. А у лагеря працы от починку гимназии номер 46 займаются девчинки 14 и 15 годов. Разом с выкладчиком яны шиют на матрасники для спальню молодшей школы. Так само зробили сами. У их працовных книжках з'явился запись «Швачка другого разраду». Такив опыт набыться першго стажу яны лечить каштовным. Мне импонирует то, что у меня будет своя трудовая книжка. Ну это как бы первый шаг во взрослую жизнь. Мне нравится шитье. Думаю, в душе каждой девушки живет истинный модельер. В лагере, кроме трудовой деятельности, уделяется большое внимание в рамках года Малой Родины экскурсионной работе. Мы посещаем выставки, музеи города Гомеля в любом удобном случае мы посещаем исторические места Республики Беларусь. Хочется отметить, что те навыки, которые получат девочки в трудовом лагере, пригладятся им в их взрослой дальнейшей жизни. Продолжился в этом году проект «Профессийные каникулы». На базе установы «Эдукация» открыты 30 правориентационных лагеров, где наученцам допомагают выбрать профессию с уликом их интересов и здольностей. Ганна Корольчук, Андрей Иванов, телерадиокомпания «Гомель». Дети идут в школу. У Гомельской в области распочалась добрачинная кампания Беларусского товарыства «Червоного крыжа». Волонтеры гуманитарного руху избирают школьные оденья и обуток, письмовые и спортивные приналежности. Допомога призначена школьникам семьи, у которых находятся в тяжкой житевой ситуации и детям-беженцам. Зараз у Гомельской в области проживая больше як 27 тысяч замежных граждан. Амаль полторы тысячи, пераселенцы с Донецкой и Луханской областей. Мы проводим общереспубликанскую кампанию, соберем детей в школу. И, конечно, это ежегодно проводится. Хочу отметить, что жители нашего города очень активно принимают участие в наших благотворительных акциях. И, в частности, соберем портфель. Потому что, наверное, хочется действительно доставить радость детям, чтобы они тоже почувствовали полноценный праздник и пришли в школу с полным красивым новым рюкзаком. Акция стартовала во универмазе Гомель, где волонтеры «Червоного крыжа» пропоновали наведывальникам купить и передать речи, потребные школьникам. Жадающие долучиться до доброй справы, могут покинуть пеналы, ручки, шитки и иншие речи во универмазе, а так само офисах «Червоного крыжа». Подребязная информация размещена на сайте областной организации. Свет вокруг нас. У Палаца Румянцевых и Паскевича открылась выстава картин Иосифа Милейша. Мастака лечит гомельчанинам, однако народился он у Заходной Беларуси. Справа у тем, что тут, у нашем областном центре, Иосиф Милейша почал свой творчий шлях, научился основам выявленного мастатства и реализовался как живописец. Тему протягнет Евгения Кухаронак. Творчность Иосифа Милейша выходит за рамки обычного описания в виде природы и его глубокое особенное воспринимание новокольного света знайшло в особлении на полотнах. И он писал картины маляуничой мовой. До того ж добра Волода у таким видом мастатской опрацовки металлу, як чаканка. Гэтые навыки синтезировались при написании работ у стиле соцреализм. Тут и лаконичные формы, и напруженные линии, и мажорная калеровая гамма. Картины такие жизнерадостные, жизнеутверждающие. То есть они рождают оптимизм человека. Озеро еще картина, потом сельский пейзаж. И они настраивают на хороший такой лад человека. Народился Иосиф Милейша в 1947 году. У Сморгонском районе, однако, большую частку життя провел у Гомеле. Тут он вычился у выдатных мостаков. Виктора Казаченко, Роберта Ландарского, Миколая Казакевича спастигал основы выявленного мостаства и формировался. На жаль, Иосиф Милейша больше, как 10 годов тому сошел с життя, однако, его бачение на вакольнага сяродзе засталося у картинах, при поглядзе на яке невольно задумываешься при гажості свету вакол нас. Выставка посвящена популяризации художественной жизни Гомеля. В этой галереи проходят много людей, поток туристы, гости, в принципе, Гомеля из одной исторической части идут в другую и как бы нечаянно и бессознательно они окунаются в атмосферу нашего гомельского искусства. Сегодня картины Иосифа Милейша знаходятся у некольких российских музеях и приватных коллекциях. Две работы представлены у экспозиции гимн «Життяк» в мемориальной зале Палаца Румянцевых и Паскевичев. Одну з їх музею подарила дачка Мастака. Евгений Кухаронак, Павел Антонов, телерадо, компания «Гомель». У субботу, 11-го жнивня, отбудутся урочистості присвяченные 100 годзю зня народження центральным саборы узначаліць митрополіт Мінскі Заслаускі, патріарші экзарху сяє Біларусі Павел. Манашка Манефу у міру Марія Скопічева у эпоху паусюднага атеізму сваім дарам допамагала людзям, оцеляла хворобы як душевне, так і фізічне. А пасля смерці простая жанчына звёздкіся у руки была прилічана даліку святых. Гэты, а так сама іншая новіны, вы можете знайсті на нашім сайті у інтернеті па адресі www.tvärgomil.by Далі у ефірі де-факто і спортивний огляда. Я з вами розвітваюся. Усяго добрага і до нових зустріч у ефірі. Ефір телеканала Беларусь 4 продолжає де-факто. В студії Руслан Габрилєв. Здравствуйте. Следственное управлення УСК по Гомельской області завершило очередное расследование многоэпизодного уголовного дела о незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ. По данному уголовному делу обвиняемыми признаны трое жителей Гомеля і житель Гомельського района. В различне время, находяся в различних местах, трое фигурантов уголовного дела с целью последующего сбыта изготовили особо опасное психотропное вещество. В дальнішем вони хранили його как по месту жительства, регистрації, перевозили в автомобілях. При проведении обыска в домовладении помимо синтетичних наркотиків были изъяты различные прекурсоры, лабораторная посуда и около 400 граммов марихуаны, которую также хранили с целью сбыта. К материалам уголовного дела приобщены результаты экспертиз, проведенных сотрудниками управления Государственного комитета судебных экспертиз по Гомельской области. Дело направлено прокурору для ознакомления и передачи в суд. За предвыходные и выходные дни на дорогах области зарегистрировано более 70 происшествий, в которых 4 человека получили телесные повреждения. В субботу около 6.30 67-летний водитель ВАЗа на автодороге М-10 со стороны речицы в направлении Гомеля потерял управление, съехал в кювет и врезался в дерево. В результате происшествия 4-летняя девочка, ехавшая на заднем сидении без детского удерживающего устройства, получила травмы и была доставлена в областную больницу. В воскресенье вечером в деревне Залисель-Чечерского района 28-летний водитель автомобиля Volkswagen Golf не справился с управлением и опрокинулся. Водитель получил телесные повреждения и был госпитализирован. Ремнем безопасности он пристегнуть не был. Если в первом случае предварительно причиной дорожно-транспортного происшествия могла служить усталость водителя из-за того, что, скорее всего, водитель уснул за рулем, то во втором случае предварительно причиной дорожно-транспортного происшествия стало нахождение водителя с признаками алкогольного опьянения. Это уже 29-е с начала года дорожно-транспортное происшествие, совершенное пьяными, либо не имеющими права управления водителями. По их вине один человек погиб и 34 получили различные телесные повреждения. В регионе до 14 августа проводится профилактическое мероприятие, направленное на укрепление транспортной дисциплины под названием «Пьяному и бесправному не место за рулем». 3 августа в Центр оперативного управления Гомельского районного подразделения МЧС по прямой линии 103 поступило сообщение о том, что в деревне Романовича бригаде скорой медицинской помощи требуется помощь в спуске женщины со второго этажа жилого дома. Пенсионерка 1942 года рождения получила перелом шейки бедра. Работники скорой медицинской помощи из-за узких пролетов в подъезде не смогли самостоятельно произвести спуск женщины вниз, из-за чего им понадобилась помощь спасателей, которые при помощи альпинистского снаряжения произвели спуск женщины. Женщину благополучно доставили на землю и передали медикам для дальнейшей доставки в больницу. Таков взор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь 4 Гомель. Новости спорта. В студии Максим Савин. Здравствуйте. Жлобинский металлург и Гомель с поражений стартовали в очередном розыгрыше хоккейного кубка Руслана Салея. Столевары в Солигорске уступили местному шахтеру 0-3. Все три взятия ворот соперника хозяева осуществили в третьем периоде. Действующий обладатель трофея хоккейный клуб Гомель в первом туре предварительного этапа балом разжился. Исход поединка в Молодечном между Рысями и Динамо решался в серии буллитов. Основное дополнительное время игры завершилось в ничью. 3-3. В серии послематчевых бросков точнее оказались хозяева. Завтра Гомель в Бобруйске играет с Донбассом. Металлург в Жлобине с Динамо Молодечно. Серебряный призер чемпионата Украины по мини-футболу. Львовская команда «Энергия» гостит в Гомеле. В областном центре украинская дружина проводит ряд товарищеских поединков с местными командами. Открыли серию спаррингов матчем против серебряного призера белорусского чемпионата гомельской команды ВРЗ. Для вагоностроителя эта игра стала первой после выхода из отпуска. Уже на четвертой минуте новичок Валерий Грицовец открыл счет своим мячам, забитым за гомельскую команду. Ассистировал ему Вячеслав Григорьев. Этот гол стал единственным в первом тайме. За игрой партнеров с трибун следили травмированные Дмитрий Шамли и Дмитрий Рябцев. Последнего мы попросили оценить игру партнеров в первой половине матча. Эстетически мы, я думаю, пока на данный момент готовы процентов на 80, я думаю, может даже 70. Но играем на фоне усталости. Хорошо как бы провели предсезонную работу. Еще, конечно, будут сборы. Но работаем над выносливостью, над скоростным силовым комплексом. Вот. Ребята на усталости играют. Но пока движение хорошее, желание огромное. Во втором тайме гомельчане окончательно вошли в игру и учинили разгром энергии. Хит-трик оформил Евгений Рогачев. По разу отличились Антон Матвиенко и Алексей Пинчук. Гости ответили точным ударом Олега Легензевича. 6-1 ВРЗ побеждает. На следующий день «Энергия» встречалась с еще одной гомельской командой «БЧ» и сумела победить 4-1. В составе железнодорожников отличился Евгений Перемитин. Завтра украинская команда попытается взять реванш у ВРЗ. Матч состоится на арене спорткомплекса «Локомотив» и начнется в 12.00. Славия громит честь и сохраняет лидерство. В первой лиге чемпионата Беларуси по футболу прошли поединки 16-го тура. Мазиряне провели в ворота соперника на его поле 6 мячей. Пропустили лишь однажды. Одержали победы и ближайшие преследователи Славии. Энергетик БГУ минимально обыграл «Нафтан» 1-0. Белшина была более чем убедительна в поединке против «Пинской волны» 6-0. Гомельский «Локомотив» в гостях крупно победил «Лоршу» 3-0, а Житковический «ЮАЗ» дома уступил «Граниту» 0-1. Еще один представитель нашего региона в первой лиге «Светлогорский химик» 16-й тур пропускал. Правда, команда не отдыхала. В товарищеском матче дружина из Светлогорска была сильнее футбольного клуба «Гомель» 2-1. После 16 сыгранных туров «Славия» сохраняет первую строку в турнирной таблице. Преследователи команду из Мозиря далеко не отпускают. «Локомотив» и «ЮАЗ» имеют в активе по 18 баллов и занимают 7-е и 9-е места соответственно. «Химик» на 11-м месте. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова